Всем привет дорогие друзья, с вами Nemis и на днях недавно я лазил в AppStore в надежде найти что-нибудь поиграть, скачать. И тут я нашел вот такую вот статью о том, что наконец-таки в России вышел официально Pokemon Go. Данную игру я играл уже до этого, до того как она вышла в российском AppStore. Играл я практически в нее с релиза пару раз, но потом забросил. Но также я еще играл в прошлом году. По сути игра полностью напоминает своим интерфейсом игру, которую мы также играли недавно в Jurassic World Live, в которой нам предстояло находить динозавров. Здесь нам предстоит находить покемонов и ловить их. Также здесь есть такие же вот у нас стеллы разные, памятники. Только здесь они у нас с фотографиями, мы мимо них проходим и мы с них собираем различные ресурсы. Как правило в игре в Pokemon Go здесь какие-то у нас покеболы, здесь у нас различные улучшения для прокачивания наших покемонов и для их выращивания. Да, здесь можно будет выращивать своих покемонов. Вот такие большие конструкции я пока особо не разбираюсь, что это такое. Но как мне кажется, это какая-то типа арены. То есть сюда ты приходишь со своим самым мощным покемоном и участвуешь в баталиях разных. То есть сейчас вот смотрим, тут разные покемоны имеются, средний уровень 1000, 2000 и 2700. Очень мощный покемон, у меня пока вроде таких нет уровней. У меня поменьше покемонов. Вот например можно поймать вот такого покемона. Назовут его Wildstuck, Вишмир вернее его зовут. Кидаем покебол и мы его ловим таким образом. Проходит определенное количество тиков и у нас покемон получается пойманным. Также они могут у нас выскочить, если мы не будем вовремя делать все это. Он у нас регистрируется в нашем книге Алимонахи. Он у нас там под 300 какой-то номер. Так, у нас рядом показано имеется какой-то рейд бой, который начнется скоро. Так, с памятника Александру Сергеевичу Пушкину нам также попадают разные покеболы. И осматриваем все, что есть. Ух ты, вот это вот кстати классный покемон. Раньше в мультике был, когда смотрел давным-давно по РЕН-ТВ. Вот этот покемон, типа как, не знаю, динозавр какой-то что ли, типа Годзилла. Чем-то похож, прикольный. То есть здесь у нас разные покемоны. Опять же самые крутые участвуют в боях. У меня в основном маленькие покемоны. Так, пока мы проходим мимо разных этих достопримечательностей. Мы собираем с них ресурсы. Собираем с них покеболы. Собираем различные улучшения, подарки какие-то. Так, что еще? О, кстати, вот это кстати редкий покемон. У меня такого не было. Джипи Фью, как-то его звали вроде. Да-да-да. Так, кидаем, пытаемся его поймать. У него средний уровень указан 248. То есть по факту это высокий уровень. У меня поменьше вроде уровня были. Также основной особенностью этой игры является режим дополненной реальности. В отличие от Jurassic World Live. Там мы ловили динозавров с помощью дрона. Дротиками стреляли. Постоянно в режиме вот таком как бы мультяшном. В игре Pokemon Go можно же все это дело переключить. И ловить с помощью дополненной реальности этих покемонов. То есть сейчас у меня режим включен обычный. Это как вот сзади лес какой-то, небольшая поляна. На которой все это дело я ловлю покемонов. А можно взять и переключить. Будет у нас режим дополненной реальности. И будет у нас город. GPFU я покемона открыл. Так, дальше у нас пока тоже всякие арены показываются. Здесь у нас, смотрите, выполнен какой-то челлендж. Ну да. Так, мы собираем приз. Внизу какие-то награды тоже имеются. Это у нас какие-то тоже новости. Нужно прогресс выполнить, чтобы открыть какой-то ящик. Участвовать в боях. Так, открываем с этого тоже подарки и покеболы. Покеболы нужны, чтобы мы их тратили для того, чтобы поймать покемонов. Чем больше покеболов, тем лучше. Так, а вот это тоже божий... Какая-то божья коровка. Только серый. У меня такого не было покемона. И с одного попадания мы его сразу ловим. Для этой игры, напомню, требуется постоянная активная геолокация, чтобы игра определяла ваше местоположение. Чтобы вы приближались, когда каким-либо объектом все это фиксировалось. Так, покемон 304 занимается у нас вместе. У него 289 уровень. Так, слева показан его вес, справа рост. Также всякие способности. Мы можем его улучшить за какие-то, получается, эти капсулы. И показывается место, где это все находится, где мы поймали этого покемона. Так. Это, соответственно, наш профиль. У меня пока девятый уровень. Здесь мне показаны мои медали, мои награды. А в самом низу указана статистика. То, что я начал играть 26.07.2016 года. То есть это июнь, кажется. Это вот так вот я тогда еще начал играть, когда игра вышла. Но я толком и не играл, потому что у меня девайс не поддерживал особо эту игру. Так, тут у нас рядом показаны тоже таблицы, какие-то имеются покемоны. Это у нас где бинокль был. И так, нам говорят, что вы двигаетесь слишком быстро. Так, ну мы пассажир, и поэтому мы скипаем это все. Тут тоже собираем всякие. У нас есть даже здесь предметы, питание, всякие фрукты и так далее. Все это тоже необходимо для покемонов вроде как. Так, появляются сразу новые покемоны, и птицы, и всякие мыши. Так, у нас имеется покемон список. Все наши покемоны здесь, которых я собрал. У меня их 84 из 300 доступных. То есть и зигзагун какой-то у нас есть. У него есть 17. Поймал его вот недавно совсем. Так, Нати, вот такая у нас птица есть. Поймал его в Афленсбурге, Шлензвик Гольштейн в Германии, когда отдыхал у своих родственников в Европе. И, видите, это был у нас пятый месяц прошлого года, 17-го. Гипно. Вот это, кстати, редкий покемон, тоже я его поймал в Германии. Один из редких. А вот и Хати у нас. Это у нас расширенная версия предыдущего покемона птицы. То есть можно по Power Up его сделать, либо его проапгрейдить на следующее поколение. Здесь вообще очень интересное название у некоторых покемонов, которые, например, знаете, можно взять и использовать, например, для создания персонажа World of Warcraft, потому что многие, например, затрудняются это сделать. А вот тут прям полно никтеймов прикольно. Например, вот Свинап или Свинуп. Не, ну Свинуп, наверное, называть как-то не круто, герой. А вот Ротата, вот, бери Рогу прям, создавай Вове и называй его Ротата. Вот прям, лайфхак тебе советую прям. Бери Ротата, называй Рогу. Тут кто еще у нас есть? Магни, Магни Майт. Создаешь Дворфа Черного Железа, называешь его Магни Майт. Прям отвечаю, четкое название у тебя будет у героя, если оно еще не занято. Поэтому забирай, советую Магни Майтам. Какие еще прикольные здесь у нас есть имена. Так, Зват, Иви, Пиджей. Худ, 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 Худ. Ну, тут сразу понятно, кого Худ-Худом называть, как бы. Друль у тебя есть? Забирай себе Худ-Худ. Так, кто тут еще у нас есть? О, Суда-Вуда. Ну, ты, значит, Ордынис, да? Ты тролль, значит, шаман какой-нибудь. Суда-Вуда, это для тебя. Суда-Вуда. Так, вес у него 14 тысяч. Можем его, кстати, густи, да, пауэрап? Ну, это ладно, сделаем, если что, в следующий раз. Джиглопуф у нас, которого мы поймали сегодня. Так. Ну, в принципе, Фурьет. О, чё-то, это типичный вар, Фурик. Фурьет. Бери вара, создавай, Фурьет называй. Ништяк вообще, вот это типичный вар, реально. Поймал его тоже давно уже. А самый, кстати, редкий, вроде, в моей коллекции, это покемон... Так, свинуп. Не, не свинуп, сейчас. Во, Пикачу. Пикачу этого покемона давали на годовщину игры. Видите, у него шапочка такая, типа, праздничная. Такого покемона можно было поймать только на годовщину. Как раз 3-3 2017 года я его поймал. Как раз-таки год игре был. Вот, ну, в принципе, по покемонам, я думаю, всё. Как бы, у меня список вот такой большой. Здесь у нас вечеринки, пока непонятно, что тут. А здесь у нас имеется собранные яйца. 9 из 9 слотов. И тут показано, надо пройти 10 километров, чтобы яйцо вылупилось. А у меня только 2,23. Поэтому надо ходить, и тогда всё это у нас вырастет. Вот, в принципе, как-то так, ребята. На сегодня я заканчиваю этот обзор. Покемон Го вышла в российских магазинах App Store и Play Market для Android и iOS устройств. Поэтому я пошёл дальше ловить покемонов. Ну, а вам счастливо, друзья. Спасибо большое за просмотр. Увидимся на новом ролике. Всем пока.